Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Когда завершится модернизация пищеблоков в самарских школах? Как идет строительство новых объектов социальной инфраструктуры? Зачем вносят изменения в правила землепользования и застройки городского округа Самара? В нашей студии заместитель председателя Думы городского округа Самара Сергей Рязанов и председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политики, туризму, физической культуре и спорта Думы городского округа Самара Вячеслав Звягинцев. Сергей Владимирович, Вячеслав Сергеевич, добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый вечер. Здравствуйте. Предлагаю начать, наверное, с социального блока вопросов, потому что самый важный, как вот ни крути, для жителей городского округа Самара и поговорить в частности о пищеблоках в системе школьного образования. В рамках реализации областной программы модернизации пищеблоков в образовательных учреждениях Самарской области будут обновлены пищеблоки и обеденные залы, насколько я знаю, в 10 школах. Планировалось изначально в 9. Вот как идет работа и главный важнейший вопрос, но уже, в общем-то, середина июня осталось не так много времени. Мы успеем? Ну, давайте начнем с того, что эта работа ведется уже не первый год и на сегодняшний момент комплексно отремонтировано в городе 64 пищеблока. Мы говорим комплексно, потому что это не только кухня, но это и обеденный зал, это и оборудование, которое полностью становится новым на пищеблоках, это и мебель, которая становится новой в залах, это и некое изменение красоты и обстановки в зале, в обеденном, потому что к этому подключаются и не только школы, администрация школы, но к этому подключаются и родители, и ребята. И, как я уже говорил, на сегодняшний день это 64 школы, которые капитально отремонтированы в нашем городе. И сейчас, вот, непосредственно в этот момент проводятся работы в девяти школах, и десятая школа прям буквально со дня на день тоже начинается там капитальный ремонт полностью. То есть это половина образовательных организаций, школ, я имею в виду, которых у нас 155 в городе, где отремонтированы пищеблоки. Эта работа, конечно, идет и на протяжении вот с 19-го года, вот, мы благодарны администрации городского округа Самара, главе города Елене Владимировне Лапушкиной, потому что эта идея, которую выдвинули и депутаты в том числе, была поддержана городом. Сегодня уже вот на протяжении двух лет эта программа модернизации областная, мы знаем о том, что... То есть изначально, как бы, получается, из Самары она перешла на уровень области, правильно? Нет, просто после того, как был указ президента о том, что с первого по четвертый класс обязательное питание школьников должно быть, да, то есть возникла эта программа, соответственно, областная, и сегодня мы получаем субсидии, достаточно большие субсидии, уже не первый год, из областного правительства, из Министерства образования Самарской области. Вот губернатор очень внимательно следит за этим вопросом, потому что питание – это основа здоровья и основа вот той жизнедеятельности школьников, которая есть. Я для примера просто скажу, что в прошлом году у нас первоклассников только было более 14 тысяч 600. Первоклассников пришло в первые классы, в городском округе Самара. Ну да, это при этом, если брать еще второй, третий, до четвертого класса включительно должны бесплатно кормить, то есть это, в общем, такая целая армия, на самом деле, людей, которых, маленьких людей, которых нужно накормить качественно, вкусно, так, чтобы им хотелось кушать, ну и так далее. Конечно, здесь мы должны говорить о том, что долгое время до этого, конечно, пищеблоки, они, ну, делались косметические ремонты, да, поддерживалось их состояние, вот. Но такая масштабная работа проводится на протяжении последних пяти лет. Вот, кстати, вы сказали, что родители подключены. А что это значит «подключены родители»? Чтобы вот не было, скажем так, двусмысленности вот в этой фразе. Да, родители к этому подключены двумя способами. Первый, то, что родительский контроль, питание осуществляется постоянно во всех образовательных организациях, включая, кстати говоря, и детские сады тоже. А еще, когда проводится капитальный ремонт, и об этом говорится и объявляется в школе, то родители подключаются еще и, ну, скажем, к дизайну, например, того же зала, да. Мы знаем примеры таких школ, где родители просто предлагают, ребята предлагают какие-то свои эскизы, чтобы они хотели видеть в столовой, какие цвета, например, да, какие-то вот изменения там на стенах, да, столы, стулья какого цвета. То есть вот такое решение. И будучи сейчас на выездных комитетах в школах, мы спрашиваем ребят, как вам? И первое, что они говорят, мы приходим сегодня не просто как в столовую, а мы приходим вот как в кафе, например, да. То есть такая обстановка, которая позволяет ребятам прийти, ну, и захотеть прийти в столовую, захотеть покушать, потому что вокруг хорошее эстетическое состояние. Ну, и, конечно же, мы со своей стороны, и родители со своей стороны, и администрация школы, администрация города следит за качеством приготовления блюд, потому что все новое, все красивое, включая, кстати говоря, и посуду. Вот. Она тоже новая. А, то есть это как бы, на самом деле, комплекс? Да, полный комплекс. Полный комплекс, то есть пищеварок. То есть вплоть до ложек, вилок и так далее, и так далее. Конечно, конечно. И ребята говорят о том, что им теперь хочется идти в столовую, им хочется покушать, потому что вот заходят в отремонтированные помещения, и, понятно, здесь уже идет другое отношение. Ну, безусловно, безусловно. И когда вот вы сказали, что они еще участвуют в подготовке дизайна, ну, главное, чтобы это, конечно, укладывалось в бюджет, потому что, скажем, желания-то могут быть очень такие большие, здесь вот найти золотую середину некую, консенсус. Ну, если вы придете в отремонтированные школы, где отремонтированы пищеблоки, да, вы увидите, что у каждой столовой свой стиль, цветовой как минимум. То есть нет из-за наковых? Практически нет. Везде разные цвета, все цвета яркие, все цвета современные, вот. Комбинаты школьного питания, которые обслуживают школы, да, они тоже вносят свою лепту. То есть та же посуда обновляется, устанавливаются буфеты новые такие современные, и сейчас даже во многих школах рядом с буфетами ставятся диванчики, да, ставятся столики. То есть ребята чувствуют себя, ну, что называется, на современном уровне. Можно прийти в столовую школьную, да, покушать, но также можно прийти в буфет. И не просто вот взять булочку и убежать, да, а посидеть, выпить чай, взять что-то из буфета. После этого я... Хотел бы добавить, да, это не только ложки, вилки, столы, но и оборудование. Оборудование, из которых там приготовляются пищи. Это и плиты, и очень важно, это вытяжная вентиляция, она также установлена новая. Плюс это и холодильники, где хранится, и шкафы, где приготавливается пища. То есть это очень глубокий, комплексный подход. И хотел бы добавить, да, 9 контрактов в этом году уже заключено, но в рамках падения, которое произошло в период торгов, как раз у нас появилась там 10-я школа. То есть она вот из тех денег, которые сэкономлены, да, 10-я школа у нас также добавляется, и контракты уже заключены, работа уже ведется, активно подключаются к этому и директорам собирались, и с руководителем этих подрядных организаций, с директорами школ, с департаментом образования. Еще очень активные категории граждан, это бабушки и дедушки, которые еще более трепетно относятся к своим внукам, внучкам, чем родители, и активно следят, в том числе, как бы, за качественным питанием, как кормят детей. А, кстати, вопрос такой, а может родитель прийти и проверить, вот сказать, дайте мне попробовать, ну, условную кашу. Имеют право? Я знаю, как бы, нигде никому не отказывали. Во-первых, есть и контрольные блюда ежедневно выставляются, выставляются и список меню, которые, чем кормят детей. Поэтому каждый родитель может зайти и посмотреть, да. Ну, дети у нас сами являются индикаторами, да, там, как их кормят. Ну, да, едят, не едят, это на самом деле. По разуму, там, вкусно, невкусно, да, но мы активно в течение года, также там, вот с Вячеславом Сергеевичем, с депутатами, там, проводим эту работу, проезжаем, да, там, смотрим за качеством изготовления пищи, чем кормят детей, как кормят детей. Ведь не только там вкусно, но что бы то было, если это горячее, оно должно быть, да, там, и не горячим, и не холодным, а для комфортного, там, питания. Потому что во многие школы у нас еще питание доставляется, нет возможности приготовить. Вот, кстати, важный момент, это вот после модернизации, прошу прощения, что перебил, то есть речь идет о том, что именно там будет готовиться, не привозиться, а готовиться. И везде есть возможность, особенно я, как депутат от Самарского района, да, там, это приспособленные исторические здания, да, и полноценную кухню, к сожалению, в этих зданиях нельзя изготовить и туда поставить современное оборудование, поэтому из ближайшей школы доставляется, но также все залы, все раздаточные, та же мебель, ложки, вилки, все оборудование, это все ремонтируется, но из ближайшей школы уже готовая пища доставляется в школу, там она разогревается и поступает на раздачу для детей. Вот после, ну, этот процесс, я так понимаю, цель его, это все школы должны быть модернизированы с точки зрения вот организации питания. Для нас самое важное, я считаю, это питание детей. Если у нас есть, там, к примеру, не то, что все школы, у нас есть новые уже школы, которые мы там открываем, большое количество уже открытых, там изначально уже и предусмотрены и новые оборудования, и новые столы, то есть эта школа, у нас уже по ней вопрос не возникает, он вопрос закрыт. Нет, есть те школы, допустим, где столовая была на четвертом этаже, она перенесена на первый этаж. Ну, это для удобства, во-первых, и детей, это и логично, да? Вот, там, где можно расширить пространство, допустим, столовой, да, или обеденного зала, оно тоже расширяется в результате вот этой модернизации, соответственно, и делается, ну, более современный такой подход. И разделение, если раньше не было разделения, например, зала и кухни, то это разделение делается, как это положено. Вот. И мы разговаривали не только с ребятами, не только с родителями, с администрацией школы, но и с теми, кто работает на пищеблоках, да, то есть это сотрудники комбинатов школьных питаний, и отмечаем, что действительно условия их работы стали намного лучше, намного комфортнее. Соответственно, мы понимаем, что если у человека комфортные условия работы, у него и отдачи будет больше в его работе. То есть и желание работать, да, в лучших условиях, оно будет выражаться в качественном приготовлении блюд, да, в качественном обслуживании. Вот так. Предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу, перейдем уже к другим вопросам. Хорошо. Самарские депутаты проверили, как идет строительство соцобъектов в городе. Итоги объезда обсудили на заседании комитета по образованию, социальным вопросам и культуре. В центре внимания – бассейн на территории Кубышевского района, декана площади Кирова, бывший кинотеатр «Юность», где будет школа искусств, и детский сад в границах Кирова, Старозагора, Воронежское и Московского шоссе. Были и замечания, в том числе и к плохо организованному ограждению кинотеатра «Юность». Небольших денег стоит сделать хороший информационный баня, щит, где указать, что здесь будет кто-то, сделан проект, здание, картинку нарисовать. Может быть и вандальном отношении к забору-то меньше будет. Комитет по образованию городской думы будет держать под контролем строительные и реставрационные работы по возведению и восстановлению социально значимых объектов. Итак, вот на прошлой неделе состоялось совместное выездное мероприятие Комитета по образованию социальным вопросам и депутатское объединение партии «Единая Россия» в Думе городского округа Самара ознакомились с ходом строительства ряда объектов социальной инфраструктуры. Новый детский сад, бассейн в Курбишском районе, модернизация санатория «Волжанка», фокна Чернореченская, насколько я помню. Вот скажите, а почему контролируете именно эти объекты, ну и как там идут работы? Ну, во-первых, это важные для города объекты, потом это все идет в рамках федерального проекта «Демография», мы с вами понимаем, да, это и федеральные деньги, это и областные деньги, это и городские деньги. Соответственно, мы смотрим, как ведутся работы, ведутся ли они в графике, да, потому что это очень важно, например, что детский сад будет запущен до 1 сентября. И с 1 сентября ребята пойдут уже в детский сад, ну, дошкольники. И далее, когда мы пребываем на объектах, ведь кто такие депутаты? Это не только депутаты, но это еще люди, у которых есть основная работа. У нас есть строители, у нас есть руководители эксплуатирующих организаций, поэтому вот такой вот не только общественный, но и профессиональный взгляд, да, он очень важен. И мы всегда говорим о том, что далее это здание должно будет эксплуатироваться. Вот, например, когда мы были около детского сада, строящегося, да, мы обратили внимание на озеленение, например. Это важный очень момент, потому что... Вот, важнейший для детского сада момент. Да, вот. И есть моменты, например, строительство уже у нас идет не первый год детских садов, да. Вот, например, в Кировском районе это уже третий новый детский сад за последние пять лет. Это очень важно. И какие-то моменты хотелось бы, чтобы они учитывались каждый раз при строительстве. То есть проект вот такой же, который уже был построен, но те моменты, которые может быть когда-то были новыми, сейчас они уже должны стать, вот, ну, что называется, обыденными. То есть понимание того, как располагаются беседки, например, да, депутаты спрашивали, будет ли спортивная площадка, да, вопрос озеленения, опять же, не просто газонная трава, допустим, да, а деревья. Будут они или нет, потому что это, ну, это и теневое какое-то, вот такой навесы, помимо теневых навесов, которые идут выстроенные, да, то есть это всегда, это дополнительный свежий воздух, это дополнительная, вот, ну, скажем, эстетика, вот. И ребятам, которые будут там, да, дошкольники, ну, понятно, когда рядом деревья, кустарники, зеленые такие насаждения, ну, это правильно, так должно быть. Это и экология в том числе. Ну, и будем объективны, ведь если брать старые советские детские садики, они все у нас были отлично озелены. То есть там зелени всегда было много, это деревья, это хорошие деревья, красивые. Это как бы... Ну, здесь вопрос возникает, как это все потом в дальнейшем эксплуатировать. Это и полив, и обрезка, и покос травы, да, там. Уход, конечно. Уход, там, он, который требуется для озеленения, мы сами все прекрасно знаем. Вот казалось бы, выводы... В жаркий сезон, да, обязательно нужно поливать. Выводы для воды, да. Да, один из вопросов, который мы задали. Выводы для воды есть? Летний полив, чтобы был осуществлен, допустим, да, трава или деревья. Вот. Нам сказали, что да, есть. Поэтому мы обратили внимание, что как в дальнейшем. То есть нужны будут шланги, да, либо это будет какое-то другое приспособление для полива. Это тоже очень важно. И здесь, здесь это играет очень большую роль в дальнейшем. Вот если говорить, кстати, о бассейне в Куйбышевском районе, там какие сроки примерно уже есть понимание у депутатского корпуса? Потому что, ну, для Куйбышевского района, насколько я понимаю, тоже, ну, такая важнейшая такая история. По планам, все объекты, которые сейчас строятся, вот мы говорим, детский сад, например, да, то есть его сдача предполагается вот сейчас в летний период. Да, ну, даже там срок дается где-то конец июля, начало августа, для того, чтобы были подготовлены документы в течение августа месяца, да, все необходимые лицензии, разрешения, да, различных органов, чтобы с первого сентября детский сад был введен в эксплуатацию, да, чтобы дети пришли в детский сад. То же самое мы говорим, и нам говорит об этом департамент градостроительства, что в летний период сейчас уже заканчиваются отделочные работы в бассейне, и к первому сентября бассейн тоже будет введен в эксплуатацию, соответственно. Сергей Владимирович, а вот как Вы считаете, насколько вообще в целом вот Самара меняется с точки зрения комфорта и с точки зрения возможностей, вот, ну, если говорить, мы сейчас про фойку заговорили, вот, для активного отдыха, для занятий спортом на улице. Ну, мы сейчас с Вами еще затронули тему, это строительство фокона Чернореченской. Да. Здесь он у нас также будет в этом году введен в эксплуатацию, это быстровозводимые здания, которые нашли площадку. Мы с Вами знаем, в центре города очень тяжело найти площадку, она располагается в Ленинском районе, и самая важная здесь доступность. Там могут заниматься у нас и гимнасты, и барцы, это универсальный такой зал с доступностью для разных федераций, для секций, куда могут приходить не только там дети, но и с родителями у нас много мероприятий проходит. Вот еще одна такая замечательная площадка у нас появится на территории Ленинского района. То есть уже тоже идет работа? Мы туда также выезжали, вот в последней выездной, которая у нас была совещание, уже плита залита, это быстровозводимые конструкции, посмотрели вокруг благоустройства, потому что здесь важен комплексный подход, где поставить машины, как туда добраться. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте сюжет посмотрим, вот он касается как раз вот в том числе этой темы. Еще пару лет назад на месте бетонного фундамента стояли гаражи, а уже через несколько месяцев здесь откроется современный спортивный комплекс. Многофункциональное сооружение возводят в два этапа. Сначала бетонное основание, затем строительство модульного сооружения. Это первый подобный комплекс в Ленинском районе Самары, но еще один шаг к доступному спорту. В стенах нового спортивного комплекса смогут тренироваться футболисты, баскетболисты, волейболисты, а также будут проходить тренировки по разным единоборствам. График для каждой секции подготовят к сентябрю. Мы смотрим на универсальный спортивный зал, площадь игрового покрытия 20 на 40, и максимальная единобременная способность данного объекта это 20 человек в час. Комплекс возводят в рамках федерального проекта «Я выбираю спорт». Закончить строительство и открыть объект планируют к последнему летнему месяцу, в канун Дня физкультурника. То есть вот мы увидели, как идет работа, и, собственно говоря, вот она, эта самая плита. То есть вот по большому счету то, что... А то, что будет, мы уже примерно понимаем, и как раз это густонаселенный район, вот что немаловажно. Во время выездного мероприятия к нам подходили жители, которые ранее волновались там построить у них перед домами очередной какой-то многоэтажный жилой дом. Но узнав, когда все работы уже велись, то, что это будет спортивный объект, и куда можно прийти с детьми, позаниматься спортом, здесь ни у кого возражений нет. Все максимально поддерживают. Все только за. И только удовлетворение со стороны жителей вот именно в рамках спортивного объекта, который появится в шаговой доступности. Ну и у меня, кстати, вот, знаете, такая, может быть, даже будет личная просьба к депутатскому корпусу. Работа идет, на самом деле, но вот хотелось бы, чтобы еще больше было. Это больше открытых спортивных площадок. Вот больше. То есть турники, брусья, шведские стенки это те вот точки, куда молодежь приходит, и которые никогда не пустуют. И они недорогие, на самом деле. Здесь этот вопрос, он также поднимался, и он реализуется, когда у нас идет благоустройство дворов, и ставятся малоархитектурные формы, да? Да. Те же качели, карусели, это те же спортивные снаряды, которые для детей от трех, от пяти, до одиннадцати лет, но очень часто поступали жалобы, то, что на качелях катаются подростки, на каруселях, да, им нужно молодой, здоровый организм, надо развиваться. Мы с вами всегда помним в детстве, у нас и брусья стояли, и турники активно этим занимались. Почти в каждом дворе. Сейчас это по максимуму учтено, и также ставятся разноуровни турники, где могут заниматься у нас уже подростки, да, и вот эту неуемную энергию, они ее переводят в спорт и физическое развитие, также стоят в приоритете на территории дворов. Осталось совсем немного времени, вопрос важный я хотел затронуть. На заседании комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям утвержден проект решения Думы о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Касается введения огородничества и введения садоводства. Вот что это значит для жителей города в практической проскости? Ну, я, наверное, немножко расширенно отвечу. У нас есть зоны. Зона Ж1, она подразумевает жилищные строительства индивидуальные, где есть дома, где есть сады, где огороды. И в основных видах использования этих участков у нас сады и огороды, они остались. Зона Ж2, вот вопрос вы именно по зоне Ж2 задали. Это малоэтажные строительства, это в основном таунхаусы, многоквартирные дома, которые до трех этажей, до 12,5 метров. Здесь с основных мы убрали в условно разрешенные. То есть, этот вид использованного участка не убрали, но он был в основных. Мы с вами понимаем, да, среди многоэтажных домов, там, огородов, садов у нас практически нет. Если при желании в условно разрешенных все осталось, но в основных видах деятельности на этих территориях, где мы подразумеваем малоэтажные строительства, строится, город у нас продолжает, развивается. Поэтому с основных видов использования этих земельных участков сады и огороды перевели в условно разрешенные. В зоне Ж1, индивидуальные жилищные строительства, где у нас подразумевают частные дома, сады и огороды у нас остались. Спасибо за интересную содержательную беседу. К сожалению, время программы подошло к концу. Всегда рады видеть вас в нашей студии. И напоминаю, у нас в гостях были заместитель председателя Думы городского округа Самара Сергей Рязанов и председатель комитета по образованию и социальным вопросам, охране здоровья, культуре и молодежной политики, туризму, физической культуре и спорта Думы городского округа Самара Вячеслав Звягинцев. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова